И если зайцев штрафами, мы надеемся, можно извести, с вандалами этот фокус не пройдет. Это касается не только поездов. Как выглядят памятники истории после нападения хулигану во всей красе их увидел Дмитрий Цветков. Не хватает меха и страз, шутят те, кто помоложе. А люди более старшего возраста сжимают кулаки и требуют наказать вандалов. Полтора часа понадобилось неизвестным дизайнерам, чтобы придать боевой машине пехоты и памятнику войны в целом оттенок гламура. Порядка 6 килограммов краски было использовано на этом памятнике. Это все воспитание, пробелы воспитания детей. Просто перекрасить технику вандалам показалось мало. На бортах они оставили любовное послание некому пупсику. Именно по этим надписям через социальную сеть полицейским и удалось установить авторов шедевра. Ими оказались трое школьников, говорят, хотели пошутить. Предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех месяцев. Однако всем вандалам нет и 14, поэтому отвечать пришлось родителям. Их заставили за свой счет перекрашивать технику в родной, защитный цвет. Печальная статистика. В России памятники истории для молодого поколения с каждым годом все более теряют свою ценность. Их разрисовывают, разбивают и очень часто крадут. На микроавтобусе загрузили и сдали в пункт приема металла, металлические ограждения. Получив тем самым деньги в сумме 2600 рублей и поделили на троих. Калининград. Памятник легендарному полководцу Барклаю де Толли, которому почти 200 лет разграбили и растащили подчистую. Одни снаружи. Сдал на металл, да, кража моя, но вандализмом я не занимался. Другие изнутри. Там, где должна была храниться главная реликвия памятника. Сердце полководца в серебряном сосуде – свежие раскопы. В мире огромное количество людей, которые просто помешаны на наполеоновской теме. Среди этих людей огромное количество людей состоятельных, которые готовы заплатить любые деньги за сердце полководца. От жажды наживы до простого хулиганства. От рук вандалов страдают и памятники на кладбищах, и исторические монументы. Особенно не везет крупным, так называемым, городам-музеям. Так в Петербурге нападению подверглись и главные городские символы. Неизвестные разрисовали грифонов и разбили статуи у Нарских ворот. Как ни странно, но культурные деградации в России, кроме вандалов, зачастую помогают и чиновники. Так в Карелии вот-вот исчезнет всемирно известный памятник – скала с рисунками первобытного человека. Объект туризма, объект для научных исследований закрыт 12 или чуть больше лет. Недоступен никому, ни туристам, ни научному сообществу. Это очень обидно и горько. Над памятником возвели саркофаг, затем в мэрии его признали аварийным, закрыли и забыли. И такая тенденция сегодня во многих городах России. Действительно ли это культурная деградация, как прозвучало в сюжете? И вообще, что происходит с нашим обществом? Спросим у культуролога Сергея Тарабарова. Сергей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему памятники становятся жертвами вандалов? Вандалы, они в чем-то похожи на детей. Дети, когда ломают игрушки, они их ломают не потому, что хотят сломать игрушку, а потому, что, например, родители с ними мало времени проводят. Или потому, что они любознательны. Или потому, что они в игрушке видят тех героев реальных, которых они изображают. И чтобы победить героя, надо его убить, то есть сломать. То есть герои, вот эти символы им не нравятся. Памятники – это символы, это очень мощные символы в культурной идентичности и в истории любого народа. И первые, кто ломают памятники, это вообще говоря не люди, это государство. Первый памятник сломал Владимир Красный Солнышко, который сбросил Перуна в Днепр, и Русь приняла крещение. Вандалисты бывают разные. Вандалисты бывают случайные, вандалисты бывают символические. У нас какой превалирует? Ну, у нас превалирует, во-первых, случайный вандализм. То есть на металлолу сдали, да. Ну, во-первых, да, потом типа детского вандализма. Это когда надо сам утвердиться в своей банде, там, показать какой-то крутой. Когда никого нет, что-то такое сломать. Но памятники обычно ломают все-таки осмысленно. Осмысленно именно как символические некие ценности. Это все-таки кусок железа или кусок камня, всего лишь. Зачем на нем-то вымещать? Ну, вы знаете, есть такое понимание вандализма, как месть. Я хочу отомстить кому-то, кто меня обидел, но не могу его достать. И тогда я разрушаю что-нибудь ему принадлежащее, вот пусть ему будет плохо. Вандализм приводит ощущение выпиющей несправедливости и понимания невозможности изменить что-либо в этой жизни. То есть, иными словами, в Европе гораздо лучше обстоят дела, потому что там памятники стоят и королям, и, собственно, и тем, кто эти короли свергал, присутствуют. И на вечном огне шашлык никто не жарит. Да уж. Ну, вы знаете, в принципе, да. Дело в том, что в Европе немножко другая ментальность. Есть такая теория, теория разбитых окон. Это когда, например, стоит дом пустой, и в нем лопается стекло от ветра или от камня. И если это стекло срочно не вставить, то через некоторое время все стекла будут выбиты. Пример заразителен такой, да? Ну, в каком-то смысле, дурной пример заразителен, да. Это характерно для любых культур. Но, вы знаете, у нас, мне кажется, вот памятники обижают. В связи с тем, что в стране серьезный очень кризис. Вообще считают, что вандализм возникает там, где возникает кризис. У нас наибольший такой кризис – это кризис нравственности, кризис такого, знаете, уважения к старшим, к памяти, к истории, к родителям. И так далее. Дело в том, что 20 лет, вот начиная с 90-х годов, разрушались многие традиционные ценности. Образовалась некая пустота, и с одной стороны эти памятники перестали что-либо означать, то есть стали чистыми стуканами для одной категории населения, молодежи в основном. А с другой стороны – это символы чуждой враждебной культуры. Завтра страна отмечает День народного единства и согласия. И в который раз журналисты выходят на улицу, опрашивают людей, знают ли они, почему завтра Красный день календаря. Они не работают. Люди в основной своей массе отвечают – нет, они не знают. Вы скажите, как вам кажется, что сделать для того, чтобы этот праздник, в конце концов, запомнить, что это День народного единства и согласия, но чтобы его действительно отмечали, что называется, от души, потому что признали существование народного единства и согласия. Вы знаете, вот те же 20 лет людям очень хорошо объясняли, почему надо жить в Розе, почему не надо народного единства, почему надо разъединиться. Все хотели суверенитета. А зачем им нужно объединяться, им не объяснили. А зачем раньше объединяться, они забыли. И поэтому смысла сегодня в празднике для людей нет. Им надо сначала объяснить. А объяснить, в общем, можно довольно просто. Если вдруг, например, поджелудочная железа начинает жить отдельно от организма, то образуется рак, некроз и быстрая смерть. Поэтому, живя внутри какой-то культурной идентичности, более мощной, более могучей в каком-то смысле, нельзя жить отдельно от нее. Можно жить только вместе с ней, в некоем единстве, сохраняя свою идентичность, конечно, потому что, например, та же поджелудочная железа отличается от желудка, это всякие знают. Некоторые говорят, что праздник просто молодой, поэтому к нему не привыкли. Ну, он, с одной стороны, молодой, с другой стороны, понимаете, праздник нельзя насадить. Праздник можно праздновать, будет праздновать только тогда, когда народ поймет, что это праздник. Спасибо вам большое. Мы говорили с культурологом Сергеем Тарабаровым.